пересадка кливии она у меня большая я не поливаю ее длительное время уже наверное может и месяца два в общем она на отдыхе на холодной лоджии стоит как видите корни здоровые вот некоторые есть вот марши я их по выбираю грунт такой вот сухой рассыпается где тут есть такие корешки сухие выберу ну в общем она в этом году не знаю будет свести или нет потому что она связи с загущенностью много растений и она в прошлом году стояла в тени я ее уже достала когда обрезала гибискусы и она уже потом стояла осенью более светлом месте поэтому цвести не цвести не знаю будет или нет но думаю может быть она крепкая здоровая вот какой стевель огромный поэтому думаю может быть холодная это сухая зимовка ее стимулирует процвести посмотрим пока что не наблюдаю бутонов хотя на каждый год у меня цвела раньше в общем сейчас еще общупаю сухие корешки обрежу где-то и буду пересаживать в тот же горшок на дно уложила я дренаж подготовила грунт у меня грунт я наверное уже к этому времени выпущу видео о том что я на лоджии перегной делала для кливии такой перегной очень хорошо потому что растет в таких местах в низких в тени деревьев где много чего гниет перегнивает и получается достаточно питательная почва она чуть-чуть искривлена в связи с тем что она боковое освещение у нее поэтому я каждый раз ее высаживаю так чтобы она более менее горизонтально смотрелась так ну в общем этот перегной у меня универсальный грунт разрыхлители кокосовые чипсы для нее надо чтобы был грунт благоемкий вот поступиваю чтобы заполняла между корнями но я наверное сейчас еще занесу хотя я же не поливала ее но не знаю мне надо ее помыть но в общем сейчас просыплю грунтом так туда руками я чувствую где клеви как и гипиастрон требуется время покоя месяца два ну вот так у меня получается что на лоджии у меня там где она всегда растет наверное надо будет еще и подпереть палочкой потому что она туда клонится или камушек положить где-то у меня гранит есть чтобы она не заваливалась или пенопласт я вложила ну в общем вот так ее поселю в новый грунт и пусть она радует меня своим ростом она уже даже без полива вот она выбросила уже два нет три три листика вот вот эти три листика она уже нарастила я по по цвету вижу это и осенний и вот эти вот эти все а вот в центре три листика которые она уже даже он четвертый появляется а цветоноса нету ну в общем так пусть она тут укореняется грунт влажненький не мокрый поэтому корни будут быстро восстанавливаться к полноценной жизни потом помою уже позже потому что пылью припавшая ну все так я пересадила клевию несу ее на то же самое место где она стояла покажу заодно и гипиастром сегодня обнаружила я уже все пересадила обнаружила что у меня один остался не пересаженным он был на покое вот земля сухая но листья не сбросил все поэтому я взяла их обрезала они вытянувшиеся и достану из земли и точно так же в этот горшок я и посажу здесь уже все просохло так что даже если грибки какие-то были или еще какие вредители они уже засохли тут вот видите совсем сухая земля и что здесь корешки некоторые гипиастромы с корнями были хорошими такими как будто бы они в сухой земле не стояли некоторые у меня их наверное с десяток полностью корни отмершие а здесь я вижу частично отмершие частично живые вот мертвые я по удаляю донцы почищу так и луковицу я не добила ее очищаю тоже они у меня в этом году не будут цвести в связи с тем что они тоже в тени провели все лето солнце практически не получаю только через листву гибискусов вот поэтому я в этом году хочу гибискусы отдать избавиться от них они цветения не скажу что у них такое хотя цветет у меня один целое лето до морозов но тень создает для других растений они разрастаются очень большие им надо огромную оранжерею чтобы и крона была красивая так я их беспощадно обрезаю так вот это остались у меня корни живые луковица слегка мягковата так слегка слегка ну не поливаются они всю зиму не поливались так это конечно горшок и велик великоват сейчас найду другой горшок нашла я поменьше горшок и он такой не сильно устойчивый я ищу один горшок и зародила такую конструкцию и там получилось на дне где-то на палец вот этот горшок не доходит до конца поэтому будет вода там если что и дренажа не буду вложить так где моя луковица так разложить красивенько вообще не красивенько а свободненько корни и вот так чтобы корни не скомканные были а свободно лежали поэтому постепенно приподнимаю вот потому что придавливать если такие корни уже нельзя они поломаются и они же когда растет растение они свободно простираются в пространстве горшка поэтому вот всегда постараюсь по серединке чтобы получилось у меня все равно сбоку придавливать не буду когда начну поливать вода потом она всасывается как будто бы грудь под воздействием воды так и луковица должна выглядывать давать потом когда буду поливать они она еще ниже опустится вот так все посажен у меня и этот последний гипиаструм все на этом пока-пока пока-пока Продолжение следует...